МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 подводит итоги дня. Борьба за сотые процента. Будет ли пятая партия в региональном парламенте? Жалобы политических аутсайдеров. А надо больше работать, мнение с медиафорума. Жители шести сел остались без пенсии. Грузовик Почты России ограблен. Изношенный горводоканал Волгограда отдадут в управление частной компанией. Сегодня опубликованы предварительные итоги голосования 14 сентября после завершения обработки 100% протоколов. Больше половины населения Волгоградской области выборы проигнорировало. А благодаря тем, кто проявил неравнодушие и гражданскую активность, 31 из 38 мест в областной думе получат представители партии Единая Россия. Три мандата будет у КПРФ, один у ЛДПР и два у Справедливой России. Сохраняется интрига с единственным представителем партии Родина в региональном парламенте Натальи Латышевской. В своем округе она всего на 0,02% опередила единоросса Геннадия Мурылева. И по его требованию идет повторный пересчет голосов. Если Мурылев выиграет, Единая Россия получит еще один 32-й мандат, а партия Родина не будет представлена в облдуме совсем. Сегодня журналисты Высоты 102 вернулись из Москвы, где принимали участие в медиафоруме «Регионы России». Ведущие политики страны обсудили итоги выборов, а также перспективы развития политической системы. На форуме выступали председатель Единой России Дмитрий Медведев, а также лидеры парламентских партий Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. Пожаловаться на незавидную судьбу пытались руководители партий аутсайдеров. Парламентские партии, они имеют определенные преференции. Но, конечно, это справедливо, потому что они долго на арене и так далее. У них финансирование государственное, у них СМИ, но существуют и не парламентские партии. Как же им участвовать в выборах на самом деле? Главный редактор информагентства Высота 102 Сергей Трофимов выразил свою позицию по поводу неудач малых политических организаций. В течение четырех лет мы практически ничего не слышим. Где дела? Приезжайте в регион и работайте. А нечего сетовать, когда подводятся итоги, что Вы куда-то не прошли. Не видно Вас и не слышно. Успехов Вам! Сегодня в Камышинском районе Волгоградской области грабители напали на спецавтомобиль почты России и украли деньги для выплаты пенсии жителям шести сел. В дежурную часть Камышина обратился сам водитель. По его словам, на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград машину остановил человек в плаще с символикой сотрудника ДПС. Его сообщник прятался в лесополосе. В регионе объявлен план «Перехват». Известно, что перед выездом спецавтомобиля от руководства Камышинского филиала поступило распоряжение в целях экономии средств не задействовать охрану и не брать с собой сейфы. Сегодня на 238-м километре автодороги Волгоград-Сызрань-Саратов в Камышинском районе в ДТП один человек погиб, девять пострадали. Около 10 часов дня близ села Усть-Грязнуха столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099 из Саратовской области. Водитель «семерки» погиб на месте. Его четыре пассажира госпитализированы. Также в больницу попали еще пять человек из второй машины, в том числе ребенок. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу движения. Напомним, ежегодно в области в ДТП погибает около 500 человек. Жизненно важным для Волгограда государственным объектом городской водоканал будет управлять одна из крупных столичных компаний. На сегодняшний день стоимость активов горводоканала 6 миллиардов 125 миллионов рублей. Сети и оборудование изношены на 78%. Заявки на участие в конкурсе на управление важнейшими объектами водопроводно-канализационного хозяйства Волгограда уже подали четыре крупные столичные компании. Банк Москвы, группа компаний «Вода Евразия», а также Росводоканал «Альфа-Групп» и принадлежащее «Газпрому» ОАО «Лидер». С победителем конкурса консессионное соглашение будет подписано к концу этого года. Дом в центре Волгограда на Советской 6 может быть признан аварийным. Еще в 2010 году инспекция госжилнадзора заключила, что состояние дома небезопасно для жильцов. Это было страшное происшествие для нас. Мы так долго судились, пока добились этого. То есть все это добились, все сделали. Несмотря на частичный ремонт, полное обследование технического состояния дома за несколько лет проведено не было. По представлению прокуратуры суд признал бездействие межведомственной комиссии незаконным. В ближайшее время судьба Сталинки на Советской должна быть решена. Высота 102 будет следить за развитием событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова